Всем здравствуйте, это Фонтанка Офис. Сегодня мы говорим о пыли на улицах. У нас в студии находится координатор движения Красивый Петербург Касимир Варанский, зампредкомитета по благоустройству Кирилл Паченко, наш журналист Николай Худин, извини, Коля, и я Марина Муратова. Мы начинаем разговор с чего? Активисты Красивого Петербурга у нас начали замеры пыли на улицах, нашли превышение норм. И Касимир, расскажите, что, где нашли, где грязнее всего? Да, значит, мы еще в марте проводили подобные замеры, когда начались первые пыльные бури. Мы просто решили наглядно, сколько в граммах, да, сколько в граммах это пыль. Тогда мы делали замер на углу Сино-Испасского переулка, и у нас получилось там 750 грамм на квадратный метр. Тогда нам сказали, что, ребята, вы рано начали измерять, да, еще только город начали мыть, что вот прошло там две недели буквально, как начали приводить в порядок. Сказали, вот до 1 мая конец месячника по благоустройству, город будет чистым, все будет хорошо. Ну, вот сегодня уже 4 мая, мы решили также провести подобный эксперимент. Вчера мы были в спальном районе, сегодня решили в центре. Значит, начали мы опять же с того же Спасского переука. На самом деле, накануне вчера помыли там, почистили, шикарно все. Тем не менее, у нас там со Спасского переука, что у нас получилось? Ну, 117 грамм пыли у нас со Спасского переука вышло, вот он, так. Ну и мы стали двигаться от Синои в сторону комитета по благоустройству и по всем прилегающим улицам брать замеры. По разной технологии мы использовали, чтобы наглядно посмотреть, что происходит. Чтобы вы понимали, по правилам благоустройства пыль не должна превышать более 30 грамм на метр квадратный. И это было бы очень здорово, если так было. Но мы получали, что вот на Синой у нас 100, вот Апраксин переулок 114, гороховая 20, а, кстати, на гороховой 25 грамм в нормах. Шикарно. И еще одна улица есть, где в норме все было. Так, это у нас... Что у нас? Садовая 265, это прямо у метро было сделан замер. Переулок Крылова 28 грамм. Здесь одни камушки. Так что две улицы мы нашли реально чистые, реально все по нормативу. Может, вы после поливальных машин туда пошли? Нет, после поливальных мы хотели замер предкомпетентом по благоустройству делать. Но вот как раз проехалась машина поливания. Думаю, ладно, не будем ковыряться в грязюке. Вчера было самое плохое, вот в Красносельском районе, живой район, Ленинский проспект, 816 грамм. Есть ответственная организация. Вот за это все, вот за эти все замеры отвечает ГУДП-центр, да. Только на двух улицах мы нашли нормальные замеры, то есть реально чисто. По всем остальным норматив превышен в 10, в 15 раз. А вчера, вот, 806, это 27 раз превышение норматива. Мы звоним в ГУДП-путь ответственной организации. Ребята, идите почистите, да. А до этого местные жители еще несколько раз заявки. Ноль внимания. Звоним в комитет по благоустройству. Мы сейчас передадим, мы сейчас это. Опять ГУДП-путь. Ой, мы нет это, там нельзя, там что-то не то. Но пришлось вице-губернатору звонить, чтобы хоть как-то навели порядок, потому что я не понимаю, как заставить, чтобы убирать. Вот может быть нам Кирилл объяснит, почему так получается, что там на самом деле и как заставить. Да, здравствуйте. Я с удовольствием принимаю участие в данном мероприятии. Что хочу сказать? Хочу сказать, что с начала этого месяца, прошлого месяца, с 1 апреля, город приступил к реализации месячника по уборке. И в соответствии с теми нормами, которые существуют, мы действительно как минимум на месяц раньше приступили к реализации первых мероприятий, несмотря на то, что в соответствии с установленными нормами зимний период еще не закончен. Разумеется, приятно иметь дело с людьми, которые частично уже знакомы с нашими документами и документами, которые регулируют отрасль данную, и в том числе замеры. Но будучи профессионалами, все-таки следует, наверное, сказать о том, что, во-первых, если я сейчас выйду в город Петербург, то я действительно найду какое-нибудь место, где будет действительно достаточно много пыли. Я не буду отрицать этого. Я расскажу про то, что нам, наверное, следует сосредоточиться на тех зонах ответственности, за которые отвечает комитет. Ведь, как вы прекрасно понимаете, город представляет собой лоскутное одеяло. Внутридворовые территории, ведомственные территории, территорию уличной дорожной сети, за которые непосредственно отвечает комитет по благоустройству. Что касается самой технологии, то мне, как горожанину, трудно воспринимать теперь другую технологию, нежели чем, как технологию, при которой отсутствует соль. Потому что это все совершенно меняет облик города. А для меня, как горожанина, в первую очередь, ну, не в одной из первых очередей, этот облик очень важен. Я могу сказать, что я когда впервые увидел город, в котором не используется соль, я оказался в своем детстве. Просто в детстве. Вы знаете, даже я потом, наверное, понял, что это детство. Потому что я-то увидел после долгой серой осени, которая в Петербурге действительно очень долгая, я был в тот момент в другом месте, да. И когда я приехал обратно, я увидел очень яркий белый цвет. Я вам хочу сказать, что в нашем северном городе, вот мне лично, да, наличие белого цвета такого яркого очень-очень радует. Оно меняет. Теперь по поводу непосредственно замеров. Да, есть та методика, которая была создана еще в 80-х годах. Относительность ее возможности применения, да, она не может обсуждаться, потому что иной никакой нет. Но я могу сказать, что замеры следует производить после того, сразу после того, как улица полностью вычищена. И это сказано не нами, это сказано в методичке имени Панфилова, которая вот основную часть вот этих регуляторных использует, да. Теперь, что касается вообще результатов той деятельности, которую мы осуществляем уже на протяжении второго года подряд, да. Помимо визуального эффекта, мы с вами имеем эффект экологический. И тут я приведу цифры, а цифры все-таки упорная вещь, я их приведу, это не наши цифры, мы не заинтересованы в них, да. Это другой, другая организация, это комитет по природопользованию, который очень давно и пристально, на самом деле, следит в том числе и за состоянием атмосферного воздуха в городе Петербурге. Так вот, я могу привести примеры, что если, да, как это осуществляется, на территории всего города находятся 25 станций, которые в режиме ежедневных замерок определяют состояние атмосферного воздуха. Все эти данные абсолютно открыты для горожан, для всех нас. Мы можем зайти на экологический портал Петербурга и увидеть результаты замеров по каждой точке и среднеизвешенной. Так вот, я могу что сказать, что в марте 2015 года станциями мониторинга было зафиксировано 44 случая превышения ПДК пыли. Значит, в марте 2016 года было около 10 случаев, да, на 5 станциях из 25 станций мониторинга. А в 2017 году, то есть в этом году, нет ни одного случая. Мы можем зайти и посмотреть это вместе с вами. Кирилл, это прекрасно. Смотрите, давайте вернемся к этим пакетикам. Одно дело воздух, другое дело то, что мы видим на земле. Воздух измеряется на 2,5 метра, да, в высоте. На такой высоте берется пробы где-то в сторонке от основного потока и движения. Смотрите, в чем методика Крисимира? На ваш взгляд ущербная? Нет, я скажу, я не буду оспаривать ничью методику и признавать ее ущербной или ущербной. Я могу сказать, что есть официальная организация, которая осуществляет данные замеры. И отчасти речь ведет о так называемых пыленых бурях. Ведь в городе достаточно ветрено и не могут в датчики не попадать те частички, которые на самом деле в нем находятся. И ведь замеры были именно по пыли. По пыли, да. Что касается методики, то здесь нужно вместе выходить и вместе собирать и смотреть это все. Потому что, как вы понимаете, я могу ответить только за то, что я лично сделал. А что касается самой методики... Если смотреть по факту, вот люди вышли, собрали. Простите, пожалуйста, я правильно понимаю, что ваша методика состоит в следующем. Вычисление среднего архиментического пыли, среднего архиментического количества пыли на квадратный метр. То есть вы снимаете со всей улицы пыль и делите на количество квадратных метров. Так предписывает Академия Банфилова. А как вы делаете? Вы берете метр, очерчиваете и с него собираете? Значит, мы сегодня опробовали две методики. Первая методика это полметра от лотковой зоны и два метра вглубь к улице. Потому что, соответственно, у лотковой, естественно, там больше скопления. Но мы должны замерить и внутрь улицы. Очерчиваем, и это один квадратный метр как раз. И собираем. Второй метод, у меня вон палочки там есть. Полметра от бордюра, да, и квадратный метр. То есть по двум методикам мы измеряли, чтобы посмотреть, что получается. Вот оно налицо. Значит, о чем говорит, что просто на каждой вдоль улиц, вот на площади Островского 400 грамм на метр квадратный. Я не знаю, опять же, даже если о каких бы мы методиках сейчас не говорили, суть в том, что народ сейчас, люди дышат и кушают песок, да. Вот она, пыль с квадратного метра, полкило почти. О чем тут еще говорить? Смотрите, я скажу, о чем говорить. Давайте поговорим о двух вещах. О материалах и об организации. Значит, так уж получилось, что мы находимся в странной такой дихотомии. Либо соль, либо песок. И что бы мы ни сказали, вот опять-таки в этой конструкции, в этой конструкции получается. Это неправильная постановка, что значит или-или. Давайте мы сначала обустроим так улицы, так тротуары, чтобы избежать вот этой нагрузки дополнительной. Мы сколько раз приводили. Здесь руководитель проекта «Делайте правильно», который уже пять лет пытается донести до чиновников Смольного, что есть технология, которая сэкономит городу миллиард рублей на уборке. Чисто если мы сделаем правильные улицы, правильные тротуары, нам не нужно будет столько денег кидать на уборку города. У него есть, где он добился на Петроградском районе, чтобы сделали правильные тротуары. Вот он сегодня мерил. На одном участке 20 грамм, там, где правильный тротуар, он самоочищается, ветер дует, дождь идет, смывается все и уходит куда надо. А у нас все поставлено так, что пыль, наоборот, собирается на улице. И у нас, вместо того, чтобы это уходило, оно собирается и плохо убирается, судя по результатам. Почему плохо убирается? А мы опять начинаем. Соль или песок или что-то. Я хочу дослушать. А вовремя, если убирать. Потому что, смотрите, пока снежок рыхлый, чтобы совместили, идет колонна КБ, комитет по богоустройству. Идет жилищники со своими дворниками и ручным трудом. И все убирается. Тротуар, улица, двор. А так сейчас, чтобы вас связать, КБ с жилищным, нужно через губернатора или вице-губернатора на разных штабах, чтобы была какая-то совместная работа. Вот я и же корреспондент, чтобы два фронта объединились и пошли одновременно по всем улицам. Отвечу. Что мешает? Ничего не мешает. И так оно и делается. Я не знаю, что с чем связывается, но в соответствии с правилами благоустройства вначале происходит сбрасывание, если поговорить про снег, снега с крыш, и затем уже выходят организации для того, чтобы с тротуаров этот снег смести вначале в лотковую зону проезжей части, а потом вывести. Все давно существует. И существует на самом деле уже с советских времен, и я не буду этого привирать. То есть рассуждение о том, что это надо вводить, это какое-то внедрение, ну, не могу с этим согласиться. Теперь, что касается на самом деле той пыли, о которой мы говорим. Да, пыль можно найти, я еще раз повторю, в определенных участках города. Но давайте посмотрим, что это за пыль-то, из чего она состоит. И если мы обратим внимание, то пыль это, в том числе, вот здесь вот она, мелкая-мелкая, и она абсолютно не похожа на тот песок, который применяется при нашей уборке. О чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, да, действительно, за долгие годы в Петербурге на газонах скопилось достаточное количество пыли, да, которая была... Пациенту здесь нет. Позвольте, я закончу, да, все же с удовольствием слышал вас, и теперь хочу объяснить то, что я вот понимаю. Так вот, мы планомерно снимаем с газонов эту скопившуюся за многие годы пыль, и системно начинаем уборку города. Более того, уже второй год происходит подобного рода работа, и газоны, газоны, которые представляют собой сложную конструкцию, сконструированы таким образом, чтобы идти вровень-вровень с бордюрным камнем для того, чтобы как раз не выносился, не выносилась эта составляющая. Я продолжу, да. Кроме того, мы должны понимать, что пыль будет отсутствовать, грунтовая, да, когда наступит агротехнический период, и мы засадим наши газоны. Хочу сказать, что в 2017 году будет высажено порядка 8 миллионов цветов, порядка 200 тысяч кустарников и 9 тысяч деревьев. И после этого пыль перестанет лететь с газоновых насаждений? Когда грунт находится в зеленом слое, то никакой пыли не образовывается. Можно гулять, в том числе, когда мы доведем этого совершенства, будет в белых носках, и ни одной пылинки не будет. Кроме того, я хотел бы обратить внимание... Белые носки мы запомним. Вы запомните, более того, что есть примера. Позвольте, я еще пару слов скажу. Я о чем хочу сказать? Я хочу сказать о том, что... Вот очень интересно, но Петербург продолжает оставаться городом, в котором неуклонно из года в год растет количество машин и выхлопных газов, соответственно, которые тоже образуют вот эту мелкую пыль. Так вот, кстати говоря, в Москве почему-то количество машин снизилось, а в Петербурге оно продолжает неуклонно расти. И вот в силу этого, в силу многочисленности причин пыль действительно может существовать. Но еще раз обращаю ваше внимание, что сегодня 4 мая, да, на 4... Ну, то есть мы начали нашу работу, начали нашу работу на месяц раньше. Так, это к вопросу о работе, да. При этом мы должны с вами прекрасно понимать, что мы находимся в таком городе, при котором переход через ноль, да, составляет очень большое количество раз. И в начале весны это точно так же происходит. Вот, собственно говоря... Поэтому вы к чему говорите про ноль? К тому, что при минусовой вы не могли заниматься уборкой? Разумеется. Я понял. Так, у нас просто не так много времени, извините, что я так скачу. Просто вы сказали про лотковую зону. Все про лотковую зону, а потом оттуда выносится. Это может быть в идеале так выглядит. На самом деле, и про машины вы сказали тоже не зря. Насколько я знаю, опять-таки, вот эта ситуация на Ленинском, ГДП Пути, да, по-моему, там они проехали. Насколько я знаю, там чуть ли не местные автовладельцы напротив препятствовали проезду уборочных машин. Это так или не так? Да, я слышал об этой ситуации. Так, о чем это говорит? О том, что нам нужно как-то переорганизовать парковочную систему для того, чтобы нужно было убирать лотковую зону, потому что сейчас она вся под машиной. Или нет? Это очень тонкий, очень долгий и давний вопрос. Да, действительно, и те организации, которые убирают, и органы государственной власти, и общественные организации должны на самом деле прийти все-таки, наверное, к одному мнению. Я хочу привести пример с существующим правилом чет-ничет, которое в конце концов было отменено. Так вот, я хочу сказать, что когда представитель города подходит к автомобилю и хочет из-под него помыть, то возникает конфликт интересов между тем, кто хочет убрать, и тем, кто стоит и не хочет, собственно говоря, пускать. Это нормально, потому что это два субъекта самостоятельных со своей волей, самостоятельными убеждениями. Но мы должны так или иначе, так и наладить гражданское общество, что представляет собой взаимодействие власти, гражданина и общественных организаций, когда будет консенсус в этом вопросе. Да, согласен. Это хорошее пожелание. Вам кажется, это принципиальный момент с парковкой или дело просто в плохой организации? Значит, Ленинский проспект. Днем там половины машины нету. Спокойно сегодня убрали одну половину, на следующий день второй. Один раз хотя бы, чтобы убрали. Дворники внутри дворовых убрали парковочные внутри дворовые проезды один раз. И там уже видно, что действительно чисто. Насчет ГУДП-путь. Значит, если они будут продолжать таким же образом, вот сейчас праздники подойдут, закончатся, если они Ленинский не уберут, потому что неоднократно оставлялись заявки в комитет по благоустройству, в ГУДП-путь, я пойду и встану перед Смольным в пикет. И вместо плаката у меня будет вот такой кулек пыли, собранный с метра. И пока чиновники ответственные за контроль и за уборку не будут привлечены за ненадлежащее выполнение своих обязательств, я оттуда не уйду. Потому что это надоело. Два месяца идет уборка в городе. Мы до сих пор вот этим дышим и до сих пор не убираем. Это в центре, тут нету газонов. Опять же, вы сказали про газонные конструкции. Не вровень с бордюром должны быть, а газон должен быть ниже как минимум на 5 сантиметров, чтобы во время дождей это все опять не выливалось. Поэтому, понимаете, мы как-то даже на других языках говорим, даже при обустройстве газона. Сейчас факт в том, что есть проблема, город плохо убирается. Мы запустили компанию, пыль, в которой каждый может поучаствовать, чертит метр, измеряет, взвешивает. Все, постит в соцсетях и мы будем тогда привлекать этих, кто ответственен за эти участки, ну потому что, а как разговаривать? Ну вот мы звоним, вчера вице-губернатору, что всем надо звонить, вице-губернатору, чтобы начали, чтобы мыть что-ли? Уважаемые друзья, я хотел бы сказать несколько слов. Вы знаете, обратная связь налажена и существует. Как вы знаете, работает портал НашСанкт-Петербург, и я скажу несколько слов про это. Каждый год неуклонно... У вас даже почта не работает, у вас почта не по почте не принимает письма. Я очень рад общаться с коллегой и все же скажу, да, портал НашСанкт-Петербург сейчас работает безупречно. Есть официальные данные, с ними можно ознакомиться. Я о чем хотел сказать? Я хотел поблагодарить горожан за их социальную активность и за ту адекватную оценку, которая дается действием, в том числе по уборке, на различных участках дороги. Я могу вам привести пример, что в настоящее время, проводя опрос среди горожан, каждый может зайти и проголосовать, оценивая качество благоустройства в городе. Вот сейчас количество таких людей составляет 80%. 80%. Отвечая на вопрос, становится лучше ли благоустройство? 80% да. И это тоже факт. Все-таки вот хотелось бы вернуть немножко к мешочкам, которые вот здесь вот собраны. То есть по вашей методике все ровно, грубо говоря. 80% довольно, да? Это не наши методики. Нет, вот смотрите, по методике, которую вы объясняли, по которой вы работаете, да, все ровно. Но тем не менее мешочки лежат. Что случилось? Почему так получилось? Не в то время собирали пыль или что? Еще раз попытаюсь объяснить методику, да? Методика говорит о том, что качество уборки определяется после того, как она проведена, да? А пыль может образовываться, в том числе каждый день. Невозможно один раз помыть, иначе мы бы один раз помыли, и все. Но у нас же не один раз моется улица. Вот именно что она, это моется периодически. Простите, что вмешиваюсь у нас. Мы еще несколько часов назад запустили опрос на фонтанке. С такой формировкой. Два года назад Смольный отказался от использования чистой соли для уборки и улит от снега, увеличив количество песка. Какой подход лучше? И у нас про 40% практически порно набрали два варианта. Первый, лучше сберечь обувь зимой и потерпеть песок. И второй, если чиновник не может решить обе проблемы, его надо менять. Вот такая ситуация. Вам кажется, что проблема материала, проблема... Нет, нет, организация уборки, а не материалов. Что за вопрос такой, песок или соль? Ни песка, ни соли не должно быть. Нужно вовремя все убирать. Нужно, чтобы улицы и тротуары привели в порядок. В том числе и газоны. Нет совместной работы комитета, жилищного комитета и комитета по богоустройству. Вместе с полицией нету тоже. Если есть какие-то проблемы с водителями, где полиция? Если мешает машина уборке, где полиция? Нету этого. Просто коммунальщикам легче. А у нас тут пару машин стоит, а мы проехали дальше, не почистят. И остается пыль. Значит, реально, вот правильно. Если не могут справиться с проблемами, ну зачем такие чиновники? Второй вопрос. Вы заметили какую-то, тем не менее, какую-то динамику с тех пор, как отказались отцу? Или нет? Или у вас всегда вот такие вишки песка? Вопрос поставлен неправильно. Нет, вопрос поставлен как поставлен. Вы заметили какую-то динамику или нет? Вопрос поставлен неправильно. С каждым годом мы наблюдаем увеличение, несмотря на разные методики, мы наблюдаем увеличение запыленности и загрязненности. Горожане могут, ну, опять же, проведите опросы. Как им с пылью, как им с грязью. Как им с гранди? Соли вы не видите? Нет. Какая? Так у нас каждый год увеличивается все больше и больше. А ваши замеры? Трудно согласиться с этим мнением. Я бы не согласился. Так, давайте снова вернемся к... У нас еще время есть? У нас на самом деле минут пять, к сожалению. Слушайте, вот по поводу чего-то и нечего-то все-таки. Кто эти знаки должен выставлять? Я понимаю, что программу, видимо, разрабатывает КРТИ, правильно? Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ответственен за организацию дорожного движения в виде определения тех адресов, на которых должны быть поставлены дорожные знаки. В этой программе должны учитываться какие-то планы Комитета по благоустройству по уборке или нет? У них свои соображения. Что организация дорожного движения основной своей целью имеет организацию движения, организация стоянок. То есть это не первоочередная цель. Вместе с тем, конечно, Комитет по благоустройству в свое время был сформирован на перечень, который был направлен в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, ну, равно как и другие предложения. Установки пешеходных зарождений и так далее, установки новых светофоров. И Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, исходя уже из финансирования и первоочередности задач, дает команду, ну, во-первых, согласовывает это с ГИБДД, а во-вторых, дает команду государственному учреждению и дирекции организации дорожного движения устанавливать такие знаки. Я понял. Вам кажется, что все это в тридцепельные моменты? Нет, счет-ничет, это хорошая система, но даже когда она у нас была, она не всегда хорошо соблюдалась, опять же, из-за отсутствия межведомственного взаимодействия. Нету взаимодействия между полицией, КБ, ЖК, вот это, к сожалению, отсутствует, приходится их связывать через губернатора. Не могу с этим согласиться, потому что лично участвовал в эксперименте, который проводился, и эти результаты тоже всем известны. было межведомственное положение, которое было всеми согласовано, и при участии сотрудников ГИБДД, при участии участковых, при участии сотрудников администрации района, при участии комитета по благоустройству, при участии дорожных организаций, производилось не только, на самом деле, правила чет-ничет, но и даже перемещение автотранспортных средств для цели уборки. И такое тоже было. Все наши слова, они перевешиваются. Вот он, угол Островского, площади Островского и Невского. Да, я тоже сейчас могу выйти куда угодно и набрать где-нибудь кусочек земли. Пожалуйста, мы сейчас перед Комитетом по благоустройству подойдем. И обязательно накопаю что-нибудь. Давайте вернемся к началу, за циклем разговора, вернемся к началу, чтобы Краснему миру не пришлось стоять под обещанными дождями и холодами в пикете. Вопрос с Ленинским проспектом как-то будет решен или нет? 53, 55, 57. Мы однократно подавали. Как она решается? Заявка принята, дорожная организация работает. А что она будет делать с припакованными машинами, если они так не будут? Это, конечно, речь про карманы. В кармане сидят? В кармане, да. Самая дорогостоящая, конечно, технология, которая в том числе используется, это промывка пыли под автотранспортным средством. Собственно, вот с этим мы и будем работать. Ну, нам пора заканчивать. Вот, Казимир, знаю, что вы сегодня хотели сдать собранную пыль в комитет. У вас вот есть возможность сделать это сейчас, собственно, представителю комитета? Ну, я рад, что на самом деле представитель комитета есть. Мы все данные, ну, вот они данные, мы еще замеры сделаем в список. ГУДП-центр отвечает правильно за вот эти участки? За какие эти? От Синой до комитета по благоустройству. Да, ГУДП-центр. Значит, мы сделаем отчет по каждой улице, где мы проводили замеры с фотофиксацией и сколько в граммах. И будем требовать привлечения ответственных сотрудников к административному, ну, чтобы их привлекли, потому что это бездействие, по нашему мнению. То есть сейчас вы эту пыль отдавать не будете? Нет, мы не будем, ну, хотите, заберите. Если только по перечне. Хотите, ну, да, вот здесь отмечены, каждая эта улица, хотите, забирайте. Мы же тоже принесли показать, нас сейчас просто, ну, не получилось дождаться. Ну, хорошо, что вы здесь, спасибо. Что делать с пылью? Вопрос у нас решается, будет решаться и продолжает решаться. У нас в студии сегодня были зампредкомитета по благоустройству Кирилл Пащенко, координатор красивого Петербурга Красимир Вранский и Николай Кудин, и я, Марина Муратова. Всем спасибо. Счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok